Народ, всем здорова! Недавно в игре прошло событие встречи на Эльбе, о котором вы все знаете. Я же расскажу о встрече на Крэйзи. Именно на Крэйзи Вод можно встретить легендарного КВ-5 и гуся в одном кейсе. Он будет доступен только до 18 мая, так что не упусти возможность обзавестись легендой. А с моим промокодом получай плюс 15% к пополнению и халявный кейс при депозите от 99 рублей. Так что ссылочка в описании. Привет, тонкесты! С вами как всегда я, папка Джавлох. И сегодня у меня для вас новое, эксклюзивное, в скобочках нет, видео по старой доброй рубрике, вашей любимой рубрике, по классным реплеям из лучших времен мира танков. Сегодня у меня для вас бой, который был сыгран в июне 2014 года. То есть настолько древний реплей я вам еще не показывал. Играет Клеймит, он же Стан Лох, он же Паштет 2008 Рус. В общем, мой очередной аккаунт, на котором я играл. Да-да, не удивляйтесь, у меня было много аккаунтов на предыдущем стриме по Супер Коню, по Левша Кап. Я там рассказывал всякие жизненные истории и рассказал, сколько аккаунтов у меня было. В общем, кому интересно, можете чекнуть. Это, так сказать, один из лучших твинков, да. Ну, самый лучший твинк, не считая моего нынешнего. Здесь прям с душой был аккаунт сделан. Не так, как основы ствола, основы топ-1, там другая история была. Но это вот прям твинк как твинк. Кстати, никнейм вроде бы уже сменил. Но это не точно вообще, я не интересовался. Короче. Ну, я мамке этот аккаунт надал, если я совсем понимаете. В общем-то, 140-й и хороший сетапчик, который был нередкостью в 2014 году. Обратите внимание. Ни одного арта выплятка. Е100, хэви, ИС-4, ИС-7, ВТАУФ, Е100, 2СО, 2С8, ВАФЛЯ и всякие говно ТТ-8, которые не представляют никакой угрозы для Объекта 140. Тем более, она, в принципе, хорошая карта. Господи, какая же пиздатая карта Руинберг была раньше. А теперь просто заплачьте и вспомните, что сейчас. Г-г-г-г, классные позиции в Г1, классная позиция в Е5. Господи, идиоты, лучше бы вы ее не изменяли и оставили такой, какая она была. Зачем настолько ужасно ее переделывать? ИС-3 пишет в чате. Ахах, каким хуем прилетело минус-15002. Видимо, бошку ему оторвали. Замечательно. Блин, такие ламповые сообщения раньше в общем чате были. Прям, ну, трогает, трогает очень сильно. Не то, что сейчас. Ну и обратите внимание, что, в принципе, в данный момент происходит типичная ситуация в 2014 году. Почему в 2014 году многие топ-игроки как-то играли пассивно? Ну, например, посмотреть стримы Люцика, Страйка или кого-либо другого. Ну, я думаю, самые яркие примеры это Страйка и Люцик. Они в 2014 году играли вот прямо максимально пассивно, так, как я сейчас, к примеру, да? А почему так делают? А потому что танки были другими. Максимально большой приток новой аудитории был. И эта аудитория была настолько в таком огромном количестве, что в каждом бою всякие перлы существовали. Вот типа этого Хэвика ИС-8, как вы дальше увидите второй ИС-3. То есть, ну, ты просто становился, их отстреливал, и тебе ничего не надо было делать. Сейчас все-всем-то скиловички насмотрелись Хрюшу Тим, Левша Тим и тому подобных классов блогеров. И все сразу превратились в профессионалов с 2500 на прогет и 2800 на чве. Ну, да ладно. Оставить плохие эмоции, плохие воспоминания. Давайте обои. На меня впушивает по центру карты, грубо говоря, в середине боя, ИС-3, Вафля Е100 и Тигр 2. Вы спросите, а что это за пиздец? А я не знаю. В принципе, я думаю, что эта ситуация довольно-таки уникальна даже для тех времен. Но в любом случае, вы поймите, что вообще произошло. Я стою в центре, более-менее в укрепленной позиции, и на меня впушивает два танка восьмого уровня против десятки. Да сейчас бы они в жизни так не сделали. А раньше, а раньше вот такое вот периодически существовало. И именно за эту черту, господи, как же я полюбил в свое время танки. Ну, я их полюбил до этого момента, конечно, до 2014 года. Но, тем не менее, в 2014 году вот настолько, блядь, лампово было играть в танки, что, ну, каждый бой это что-то уникальное, удовольствие просто истинное. А не то, что... Сейчас, ну ладно, ребят, я не буду критиковать нынешнюю игру. Нынешняя игра охуенная, без шуток. Благодаря нынешней игре, вы знаете, что у Стан Лоха там 5К на топах. А раньше было 4, да, с 30 пинга. Кстати, да, я забыл вам донести некую информацию, да. Ну, и также поговорить о нынешней ситуации в этом бою. И что у меня с железом, что у меня с интернетом и так далее и тому подобное. Давайте сначала про железо. 30 фпс, как вы можете обратить внимание, за левый верхний угол. И пинг от 100 до 900, да. Ну вот, то есть, сейчас в данный момент у меня лагает. Пинг 999. И именно с таким интернетом и компом я играл, прогрессировал и учился играть. То есть, максимально непригодные условия для того, чтобы как-то научиться играть. Но у меня получилось в столь раннем возрасте, мне было 7 лет, научиться играть на 4К+, на Е50, на 140, на любом другом танке. С ужаснейшими просто характеристиками компания интернета. То есть, если у вас сейчас нечто подобное по фпсу, там, вы жалуетесь на 60 фпс, да, например, на 40. Ребят, фпс это говно. Главное, чтобы интернет нормальный был. А к фпсу уже привыкнуть можно. Я привык. И все, в принципе, получилось нормально. Я спрогрессировал по скиллу и стал тем, кем я являюсь. Я являюсь я псевдо-скиловиком. Второй вариант, вторая тема, которую я хотел вам донести, это контент на ближайшее время. Ребят, извините, но я хоть и играю в танки сейчас довольно-таки много, по 30 с лишним боев в день обычно, да, по 2 стрима. Но контента никакого, к сожалению, пока что у меня нет. То есть, я не буду вам показывать бои на 7000, да, которые у меня происходят ежедневно. Это хуйня полная. Нету боев на 10к, потому что, ну, бои конченые. И вследствие с этим нечего показывать из свежечка, кроме лишь только стримов. Так что, прошу отнестись с пониманием, что я сейчас выкладываю лишь только рубрику по старым реплеям. Как только произойдет какой-то классный бой, я его сразу выложу. Ну, у меня там есть батчат, супер конь, 2 классных боя, которые я хочу вам показать, но всему свое время. Пока что старая рубрика. Думаю, может быть, следующий видос будет либо по 6.2, который я вам обещал, либо по батчату, да. Как раз таки, гайд по батчату, я вот недавно отметки взял. Так что, парни, отнестись с пониманием, там, напишите какой-нибудь комментарий, здравый, поставьте лайк. Ну и всем спасибо за просмотр. Давайте, до скорых встреч, всем пока.